Всем привет! Ребята, меня зовут Карина Аркелян, и я вместе со своей сестренкой Полиной очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня мы снимаем видео. Идея мне пришла лишь только вчера, но мне кажется, что этот видос вам очень понравится. Во-первых, вы знаете, что на мой канал мы с Полиной снимаем видосики уже очень-очень давно, и у нас сохранилось огромное количество наших совместных видео. Поэтому, Полина, что мы сегодня собрались делать? Мы собрались вспоминать старые моменты, как Карина монтировала тогда, с чего мы тогда смеялись. Мы посмотрим эти старые видео, которые мы снимали 5 лет назад с Кариной. Я тогда лишь только начала изучать и понимать вообще, что такое монтаж. Монтировала я тогда вообще на какую-то супер-мега-старую программу и на старый компьютер, и программа постоянно вылетала, и я монтировала заново. Тогда во мне было столько мотивации, естественно, во мне сейчас, и ее тоже много, но тогда я просто фигачила и монтировала видео целыми днями. За меня даже беспокоились родители, Карина, ну, как бы нормально, ты по 5 видео в день монтируешь, я сижу такая, блин-блин-блин, как это круто. И, в общем-то, видосиков-то на канале у меня очень много и около 70 наших совместных видео с Полиной. Поэтому, если вам понравится этот ролик, и если вы вдруг захотите вторую часть, напишите об этом ниже в комментариях. А мы вам желаем приятного просмотра. Начнем мы с самых первых видосов, которые мы только начали с Полиной снимать. А там полнейший угар, мы вообще дети, поэтому ставим лайки, подписываемся на Каринин канал, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Мы желаем вам приятного просмотра. Поехали! Начнем мы, пожалуй, с самых первых видосов. Я тут уже открыла мой чудеснейший канал. Итак, скриншоты и фотографии, как выглядит видео со стороны, я, естественно, буду прикреплять. Первое видео. Я тогда любила в названии. К роликам постоянно использовать какие-то вот эти вот символы непонятные, кругляшки, точечки, волны, как вы видите. Первый наш, самый первый ролик с сестрой, хотя, по-моему, до этого еще какое-то видео было возможно. Нет, 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 самый первый, там, где в красном платье, я точно помню. Да? Да. Окей. И видео называется «Видео с сестрой». Вопрос-ответ. Полина, Карина. То есть мы просто отвечали на вопросы. И, ребят, сегодня у нас не будет основной целью досмотреть видео до конца. Мы просто будем показывать вам, какими мы были малышками. Возможно, о чем мы говорили, на что снимали. Поэтому видосик с обложкой, которая, кстати, по цветам подходит под мою сегодняшнюю худи. Итак, вопрос-ответ. 202 тысячи просмотров. Нормально. Так-то нормально, но на тот момент было очень мало. Просто многие мои подписчики любят пересматривать мои старые видео. Снято 4 года назад. Итак, поехали. Карина услышала эту песню по радио и решила вставить себе в начало. Да, чтобы вы понимали, еще вот эту вот заставку я заказала у своей подруги, которая на тот момент, ну и сейчас мы не общаемся, тоже занималась блогом. И она умела монтировать на компьютере. А чтобы вы понимали, это видео мы с Полиной снимали на планшет и на штатив, на который я еле как накопила. Купила себе его сама. Штатив для планшета. И монтировала я тогда в программе iMovie. И все это делалось, естественно, на планшете. И я еле как скачала через какие-то приложения странные заставку, которую мне сделала девочка на компьютере. Это капец. Смотрим дальше. Ребят, меня зовут Карина. Всем привет, меня зовут Калина. Ть, господи, боже мой! Посмотрите на эту малышку. Посмотрите. Это было мое любимое красное платье. Я его одевала всегда на всякие праздники. На Новый год я его носила. Оно мне очень сильно нравилось. Моя родная сестра Полина. И сегодня мы с ней подготовили какое-то необычное видео для вас. Его можно отнести к рубрике вопрос-ответ. Заранее с ней подготовили вот такие вот два стаканчика. Один стаканчик с вопросами внутри, он принадлежит мне. А другой стаканчик с вопросами принадлежит моей сестре Полиной. Так, у Полины тут транс. Полина зависла. Смотрит в никуда. Это футболка, которая на мне, кстати, была мне мала. И мне ее купили родители где-то на отдыхе. У меня тогда начала расти грудь уже в этом возрасте. И из-за этого футболка мне уже немножечко была маловато. Ну и соответственно, как вы видите на тот момент, я еще не была знакома ни с какими маникюрами. Всякими дизайнами на ногтях. Да я вообще лаком даже ногти не красила, по-моему, на тот момент. И мне, я помню, родители подарили плойку для гофре. На тот момент это было очень актуально. И я передние пряди себе всегда делала такими, видите, волнистыми. И кончики у меня были окрашены в белый. Полин, а ты, перед тем, как мы досмотрим с тобой это видео, расскажи вообще, помнишь ли ты, как я позвала тебя снять наше первое видео? Да, я всегда, короче, я всегда смотрела, как Карина снимает видео на ютуб. И я думала, а что она всегда снимает одна? А может мне тоже как-то нужно с ней как бы сняться в видео? Поучаствовать, типа. И я ей как бы всегда намекала, типа, а что ты одна снимаешь? А может вместе что-нибудь придумаем? Она меня игнорировала. И я помню, я сидела просто в комнате, пока она снимала очередное видео. Потом она такая, да насрать на это видео. Потом такая смотрит на меня. А я такая красивая сижу в этом платье. Слушай, а давай вместе снимем видео? Такая, наконец-то просто. А Полина, возможно, тогда да, ждала, чтобы мы что-то сняли совместное. Но я на самом деле, ребят, еще ни с кем на тот момент толком не снимала видосы. И Полина мне казалась еще такой маленькой. И понимаете, ребят, сейчас мы даже с Полиной, когда уже снимаем видео, не обсуждаем, что мы будем говорить, что мы будем делать. На тот момент я все Полине объясняла. Куда смотреть, как себя вести, как говорить на камеру. Естественно, Полина ничего не понимала. И тут, я думаю, в этом ролике вы заметите, какая она не особо опытная. Потому что это первый наш совместный ролик. И как Карина все время нервничает. Пейла, выпрями. Че ты куда смотришь? Че ты? Меня палят, меня палят. Смотрим. Серьезно, все это нормально. Вот, я же говорю. Некоторые будут связаны с нами, а некоторые нет. Мы будем по очереди вытягивать из стаканчиков вопросы и отвечать на них. И мы начинаем. Причем звуки и заставки такие громкие, а мы говорим так тихо. Вообще капец. Просик от своего стакана. Любой. Абсолютно. Такая малышка. Что тебе нравится в Карине? Мне нравится в Карине, что она такая веселая, что она иногда меня очень сильно даже смешит. Слушай, вы никакой маленький ребенок. Я не могу. Ребят, вы посмотрите на нее. У нее еще молочные зубки даже не выпали на тот момент. Ты как кролик, у тебя еще передние зубы. Они еще такие, как такое расстояние между ними большое. Да, потому что они еще толком не сформировали. Офигеть. Даже до слез. Потому что она очень красивая и позитивная. Вообще она очень прикольная. Спасибо. Кстати, ребята, все потом в комментариях отмечали этот момент и говорили, типа, вот, Карина ей сказала это коза. Но на самом деле нет. Я реально говорила то, что от себя. Она мне не говорила, какой текст говорить, но она мне говорила, типа, куда смотреть, что делать. Ну да, естественно. Тут у нас вопрос-ответ. Мы говорили от себя. Какое видео тебя раздражает? Я ненавижу смотреть наркоманские мультики. По крайней мере, мы их так называем с моей сестрой. Мультик называется фильм. И мультик называется дом, который построил Джек. О боже мой. Это такие старые мультики, ребят, с тех вообще, можно сказать, времен. Меня даже пугают. Союз мультфильм, реально. Знаете, вот ты смотришь мультик, и тебе неохота его смотреть. Тебе тупо страшно. Например, какой-то видос реально наркоманский дом, который построил Джек. Но я понимаю, да, что это известный мультфильм. Меня немножечко пугает, не знаю. Ну, в общем-то, тут все понятно. Давай перемотаем на середину. Вообще посмотрим, что мы говорили там. Мне это видео почему-то очень сильно напомнило мою сестру Полину. Сейчас, погоди, я хочу, я даже не помню этого. Я тоже. Это чего? Я не помню вообще, ребят. Я клянусь вам, мы не пересматривали видосы. Сейчас еще момент, который вам показать. Офигеть. Чаще всего тебе говорит Калина. Говорит больше всего, что всякие глупости, к примеру... Что я сказала? Че дура. А. Какой-то кринж, да? Ну. Это че-то... Не, ну она и сейчас такая неумная. Ты че офигела? Ванита, не хочешь куда подальше пойти? Я одна ролик закончу. Дальше смотрим. Какое твое любимое видео на YouTube? Ребят, это видео просто до такой степени няшное, поэтому я его отнесла к моим любимым видео. Оно называется «Отведу свою дочку на танцы». Как-то так. Девочка лет пяти, что ли, четырех. Она так мило танцует под музыку, под которую моя сестра Полина очень долгое время танцевала в детстве. Хотя она сейчас маленькая, но когда она была чуть более младше, она любила делать... Чуть более младше, че? Да, когда Полина танцевала, я перебью ту Карину Аркелян, Полина любила вот так вот просто руками делать и танцевала. Все дети так любят танцевать, и мне понравился реально какой-то видос. Вот сейчас фрагмент, вы его посмотрите. Так, она любила бегать, и под любую музыку, какая бы ни была, нравилась она или нет, не суть, она все равно танцевала. Мне это видео почему-то очень сильно напомнило мою сестру Полину. Капец, я не могу, у меня аж слезы на глазах, все, ну нафиг. Полина такой малышкой была вообще, я просто офигеваю. Она реально плачет, ребят. Второе видео. Называется Bean Bootle Challenge. Помните такие конфетки, которые были с разными вкусами, с носками и так далее? Короче, я помню, я с папой гуляла по торговому центру еще в Челябинске, и я нашла полочку, где продавались всякие такие американские сладости, всякие такие китайские. Я нашла Bean Bootle. Тогда они были очень популярны, и я взяла такая, Карине понравится, мы снимем видео, мы попробуем. Я такая взяла, папа уговорила купить, потому что он читает носки, блевозина, думает, что это? Что за привет? Вот, и потом я прихожу, Карина, смотри, что у меня! И такая, офигеть, это Bean Bootle, нужно снять видео! И мы решили сразу побежать снять это видео. Да, поэтому... Смотрим. Да, мне кажется, должно быть круто. Я реально не помню, что мы, кстати, снимали. А я помню. Кстати, вот это видео я хорошо помню. Всем привет, ребят, меня зовут Карина. А меня Полина. И да, всем моим подписчикам очень сильно нравились видео с моей сестры. На заднем коде шкаф с наклейками Винкс. Да, 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 помнишь, как мы их клеили? Да, да, да. Вот этот момент я вообще прям не забуду. Кто изнять видео? Винкс Пузел Челлендж! Тоже заставка мне вот эта. Вот это хорошая заставка. Да, но ее мне делала, по-моему, тоже моя подружка. Или я у кого-то ее стырила. Так как подобное видео было с моей лучшей подругой Лизой, и тогда была ферма бобов Джелли Белли, и сегодня мы купили немного другие бобы, они называются Бинбун Тут. Ничего, что это и есть тоже Джелли Белли. Итак, мы высыпаем наши бобы в емкость. Как красиво. Какая ты дурочка была маленькая. Так, мы взяли два одинаковых цвета зеленых, и они означают, что это будет либо трава, либо лайм. Лайм. Ну, эта трава мне нравится. Итак, мы взяли два одинаковых цвета, бело-желтых, и это означает, что нам попадется либо попкорн, либо протухшее яйцо. Попкорн. И на заднем фоне грустная такая песня. Да, я любила тогда вообще вот эти все грустные песни. Помнишь, я тогда мальчика Влада влюбилась? На заключительных опорах. Помнишь? Да, конечно, помню. Расскажи подписчикам, как я себя вела, когда первый раз влюбилась. Я жду, когда Полина влюбится. Ребят, я жду. Я жду, когда Полина первый раз влюбится. Блин, тебе уже почти 13 лет. Или где 12? Ты охренела? Мой фон вообще. Ну, 13 и 12 в принципе не такая уж, рай. Короче, просто я помню, Карина плакала, ревела, убивалась. И потом я прихожу... Карин, что случилось? А, ничего не случилось. Скажи маме, что я просто видео с собаками посмотрела, и ничего не случилось. Да я из-за Влада убивалась дико. Я вам снимала видео, ребят, про свою первую любовь. Ну, в общем, тут мы тупо ели бобы. Это тоже скучно. Просто хочу, чтобы вы видели, да, как мы менялись, что мы снимали. Так, дальше у меня огромное количество моих видосов уже без Полинки. Кстати, некоторые, мне кажется, не показаны. И тут то видео, которое мы с Полиной посмотрим прямо сейчас полностью. Это, наверное, самое угарное видео, которое я вам сейчас покажу. Это раз. Ребят, это обложка, из-за которой я на Карину обиделась. Потому что она, блин, взяла меня на обложке толстой без моего разрешения и написала, моя сестра потолстела на 100 килограмм. Да, я помню. Мне тогда было обидно, так? И я тогда только-только познакомилась с кликбейтом, то есть, чтобы привлечь внимание, некоторые видосы называла вообще по-другому. Хотя мы тут просто пробовали сладости, причем тут потолстела, это непонятно. И многие подписчики, я помню, мне писали, Карину, как бы давай хотя бы не такой кликбейт. Использую, и я такая, окей, в итоге у меня все равно есть кликбейт, но мне такой уж и яркий. В этом ничего плохого нет. Ну и, соответственно, тут мы кушаем сладости, и тут я уже начала монтировать сама. И меня тоже научила моя подруга, только уже другая. И я монтировала на компьютере, где постоянно программа вылетала. И тут уже мой полностью новенький монтаж, и постоянно много угарных вставок. Все, хватит болтать, давай уже. Поэтому смотреть будет нескучно. Все, смотрим. Сразу такой монтаж. Да, сразу такая заставочка. Я не знаю, что ты постаралась. Очень старалась я над такими заставками, постоянно вставляла всякие футажи, искала, скачивала. Поэтому мне интересно услышать, ребята, ваше мнение. Смотрим. Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня я снимаю видео со своей сестрой. Полина. В следующем видео мы будем пробовать европейские сладости. Вот это поворот. Боже, какой кринж. Я просто все подряд, даже не в тему, даже не в тему использовала, поэтому дальше еще гарней. Из магазина Sweet Happiness. Мы надеемся, что вам понравится эта речь. Но мы можем начинать. Я снимаю. Хотела фоткать. Тут я, кстати, снимала уже на камеру. Видите, ребят, качество тоже уже чуть-чуть поменялось. Да, вот такая камера, она свалена. А скажи-ка, где это мы снимали, помнишь? Это наш загородный дом в Челябинске, который мы уже продали. Да, и тут мы сидели на верандочке. Лето, прекрасная погода. Итак. Первое, что мы с вами попробуем, это донатовик чеки-орио. Они ванильные, кстати. Держи. Очень вкусные, да? Ванильные. Мы с Полиной так обожрались тогда, я помню. Они очень вкусные. Да, очень вкусные, но их много не съешь, потому что они очень приторные. Но они очень вкусные. Обалдеть. Видео закончится, останется только этикетка. Так и смущилась. Но они нечего-то напоминают мюсли. Да. Че-то не сходит. Это я просто разжевывала печеньку и решила танцевать. Полина такая подхватила. Опа, давай повторим. Ты че, дура, что ли? Ну, а я обещаю, что мы будем дегустировать это вот такие вот хлопья в шоколаде. Я вырасту дегустатором еды. Полина тогда все детство говорила, что она вырастет дегустатором еды. Полина, ты понимаешь, что дегустатор... Потому что я любила есть. Но прикол в том, что дегустатором, Полин, не так уж и легко оживется. Они могут пробовать и какашки, как говорится, и вкусные продукты. Им и везет, и не везет. Так что смотрим дальше. Обалдеть. Прям чувствуется шоколад Милка. Какие-то необычные хлопья. Да. Хлопья от Милка. Прям чувствуется шоколад Милка. Крутой комментарий. Хлопья. Ну, в принципе, нам понравилось, да? Нет, не в принципе. Полностью. Какая загрузка. Да-да. Ну, вставки тут решили и вывезли видос. Ты снимаешь? Следующее, что мы с вами попробуем, это вот такие вот клубничные конфетки Нью-Орд. Фу, какие они кислые были. Они ужасные. Они невкусные и они кислые. Да, мы до сих пор помним вкус, ребят, чтобы вы понимали. Прошло пять лет. У нас, кстати, такие же конфеты лежат в городе, не съеденные. Может, это они? Они протухли уже. Ну, они протухли, да. Да, круто. Пятилетней давности конфетки. Отведаем. Может, реально у нас они. В моем инстаграме попробуем, ребят, если они реально лежат у нас в городе. Подписываемся. И ник вы сейчас видите на своих экранах. Я не буду это пробовать. Я попробую. И Поля тоже. И виноградные. Давай все. Практически все видеоблогеры говорят, что вот это вот бобы. Бобы. Я не знаю, зачем я поставила Полине усы. Я реально не понимаю. Бобы? Бобы. Так, это крутая ставка. Будем с вами пробовать виноградный вкус конфеты Нью-Орд. Раз, два, три. Когда изначально начинаешь пробовать вот эти конфеты. Мое лицо кислое обрезало. Такое. Это кажется, как будто из-за вкуса шоколадного пудинга. А потом они становятся такими же вкусными и кислыми, как со вкусом клубники. А на очереди у нас еще два вкуса конфеты Нью-Орд. Против. Это вкус черники, а рыжий это персик. Полина такая счастливая. Мне еще эти сладости, ребят, прислали на обзор бесплатно. И вы не представляете, как Полина обрадовалась на тот момент, чтобы сожрем огромную гору сладостей на халяву. Я любила есть, опять же, поправляюсь. Ой, повторяюсь. Эти конфеты действительно кислые. Они мне чем-то напоминают виноградный вкус. Но можно сказать, что конфетки Нью-Орд вкусные, да, Полина? Да. Следующее, что мы с вами попробуем, это печеньки Орео в банановом шоколаде. Тут они лежат в еще одних упаковочках. Ванильные. У меня более алиса, такие же упаковки. У кого что? У Николи и Алисы. Что-то знакомые. Это какие-то... Это блог... Да, я смотрела тогда. Короче, тогда был блогер детский. Я не знаю, сейчас они существуют или нет. Но я смотрела вот эти всякие мисс Кейти, мистер Макс. Да, обзоры, детские игрушки и так далее. В общем, все такое. И у них такие печеньки были. Я так обрадовалась. Ты не банановый шоколад. Это белый. Ну? Я же говорила. И следующее, что мы с вами попробуем, это смешанные вкусы конфеток Джелли Белли. Попробуем мы только по одному вкусу. Я попробую ананас, а Полина попробует вроде бы чайвешен или же клубнику. Я уже пробовала до этого видео и мне очень понравилось. Я решила еще раз... Спалились. Спалились. Ананас какой-то не ананас. А кокос какой-то не кокос, да? Ну, в принципе, мне понравилось. Тебе, Полина? Мне очень-очень-очень-очень понравилось. Такая малышка. Ну, в общем, тут понятно. И последнее, что мы с вами попробуем, это яблочная жвачка в тюбике. Нет, все выдавлю, сколько хочешь. Там уже совсем жвачка. Да. Сначала каша. Эй, да и мне еще тогда. Она себе, главное, выдавила в гору кучу жвачки. А мне, главное, говорит, ты выдавливай сколько хочешь, она отобрала у меня. Я обнаглевшая сестра, ребят, со мной лучше не связываться. Жвачка слишком жидкая, а потом она становится более твердая. Мне то же самое, что тебе. Эта жвачка очень сладкая, но где-то за две минуты она потеряла вкус. Да? Да. Карина, если долго жеваешь жвачку, у тебя не отвалятся зубы с языком? Это, короче, Карина мне сказала, типа, а скажи мне что-нибудь тупое про жвачку. И она мне вот сказала именно это. Да? Да, я помню. Я такая, Карина, ну что за тупость, я не хочу это говорить. А я не помню. Скажи это. Я не помню, я вот сейчас подумала, ты реально этот вопрос задала. Нет, я помню, ты мне сказала это сказать. Иго, извиняюсь. А потом ты выплялываешь жвачку и девушку с зубной врачу открываешь. Ваш рот, и ты без языка. Шутка такая. Такая шутка под названием кринж. Давай дальше. Привет, последний видос, который мы посмотрим с Полинкой. Я тогда еще Полине канал не создала, но на своем канале Полина очень часто отвечала на вопросы, которые ей задают мои подписчики. И тут есть видос не совместный, а где Полина сама отвечает на вопросы. Давайте посмотрим несколько минут. Я здесь такая красивая. Я себя считала прям муа. Мне Карина выпрямила волосы, надела эту очень красивую подвеску, и я считала, что я такая красивая. Да, и я тогда только-только купила петличку и снимала Полину отдельно. Полина вообще, мне кажется, тогда считала, что она звезда. Но вообще так и есть. Посмотри, какая малышка. Красивая реально. Вот здесь и очень красивая. Да, и цветокоррекция. Я тогда только научилась уже насыщенность побольше, покруче делать. Видео, вы не увидите Карину. В любом случае, она сидит за камерой. Всем привет. Сегодня я буду отвечать на ваши прекрасные вопросики. Петличка говно. Это мы первые работают в съемке видео, поэтому не ругайтесь. Как говорит Карина, я надеюсь, что вам понравится это видео, и мы можем начинать. Итак, Полина, первый вопрос задает Яна Чуличкова. Есть ли у тебя какие-нибудь странные привычки? Если можно, то передай, пожалуйста, привет. Зубами стучать. Все время на уроках. Учитель мне постоянно делает замечание. Ты что, живешь? Выплю не жвачку. Яна, передаю тебе большой приветик. Итак, следующий вопрос задает Ксюша. Полина, какой твой страх? И если не сложно, то же передай привет. Я очень боюсь высоты. Я когда лазила... А сейчас ты боишься высоты? Да. Я еще сильнее боюсь высоты. Я очень боюсь высоты. Ну, волосы у тебя выросли, я могу сказать. И форма лица поменялась. Ну-ка, посмотри на меня. Подбородок вытянулся. Милая. На лазике в фокусе. Там надо было держать равновесие. Я как посмотрела вниз, я чуть реально не упала. Ксюша, передай тебе приветик. Следующий вопрос задает Анна. Тебе приходилось когда-нибудь драться в садике? Ну, мне не приходилось драться в садике. Но когда у нас один раз был маленький столик в садике, я помню прям, будто это вчера было. И ты помнишь эту историю дальше? Ну-ка, расскажи ее и проверим, насколько ты помнишь. Короче, я сидела за столом, напротив меня сидел мальчик. И тогда я любила пугать свою бабушку таким взглядом злым. И она делала вид, что боится. И я думала, все, меня реально боятся. И на меня мальчик такой смотрит, и я на него вот так, таким взглядом посмотрела. А, я помню, это твой взгляд. Ну? Капец, ностальгия. Полина реально думала, что все ее боятся, когда она вот так вот смотрит из-под лоби. Так, я сидела с мальчиком. Он мне что-то там сказал. И я на него вот так вот смотрела, вот так. Все. Эй, ребята. Ты там жива? Да, я жива. Я офигеваю просто. Мы так изменились. Вроде бы, ребят, я только недавно начала снимать видео на YouTube. А тут уже прошло столько времени. Мы так изменились. И знаете, что я вам хочу сказать? Пожалуйста, цените моменты и наслаждайтесь жизнью. Потому что я бы сейчас хотела очутиться. Да, я тоже. В том самом моменте и посмотреть на вот такую Полинку со стороны. Блин. Или вообще на нашу дачу съездить. А там, правда, уже другие люди живут. Там уже другие люди. И там уже другой ремонт. Блин. Я тут уже никак не вернусь. Грустно, да, становится. Ну и в общем, ребятки, у нас остались еще видосики. И их достаточно много. Поэтому, если вы хотите следующее видео, где мы смотрим наши старые видосики, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если же вы до сих пор этого не сделали. Потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. И будете натыкаться на наши и на мои видео еще не один раз. Ну а с вами были сестры Аракелян, Карина и Полина. Всем пока!